МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Обязательная вакцинация, удаленка и мультипаз. Глеб Никитин ввел новые ограничения из-за коронавируса. Сердце отдают детям. 5 октября, Всемирный день учителя. Эта служба и опасна, и трудна. Сотрудники уголовного розыска отметили свой профессиональный праздник. Далее расскажем обо всем подробно. Обязательная вакцинация для студентов на мероприятия по мультипаз. 30% сотрудников на удаленку. Глеб Никитин ввел новые ограничения из-за подъема заболеваемости COVID-19. В регионе снова действуют нормы заполняемости общепита и фитнес-центра в зависимости от площади помещения. 80% от общего числа работников должны вакцинироваться. 30% сотрудников необходимо вновь перевести на удаленку. А режим самоизоляции для беременных продлили до конца года. Также Глеб Никитин предложил ввести обязательную вакцинацию для студентов и рекомендовал не пускать на очные занятия тех, кто не сделал прививку. Переводить общеобразовательные организации Нижегородской области на дистанционное обучение не планируется. Массовые мероприятия, театры, концертные залы нельзя посещать без справки об отсутствии коронавируса или подтверждения вакцинации. Также в регионе вводят мультипасс – официальный документ с COVID-статусом гражданина. Он станет обязательным для жителей региона, у которых есть сертификат об иммунизации. Все, кто оформил мультипасс, могут посещать любые массовые мероприятия. Получить универсальный документ можно онлайн на сайте «Карта жителя Нижегородской области». 5 октября во всем мире отмечают День учителя. В этот праздник звучат поздравления в адрес всех, кто посвятил себя благородной профессии педагога. Наталья Леонидовна Попова трудится в школе 25 лет. О любви к детям и о том, что значит быть учителем, она рассказала нашей съемочной группе. Сначала Наталья Леонидовна Попова не планировала преподавать в школе. После окончания факультета кибернетики в МИФИ она вместе с мужем работала в ВНИЕФ. В 90-е годы молодая семья столкнулась с трудностями, и Наталья Леонидовна была вынуждена искать другую работу. Так она стала учителем информатики. Наверное, все-таки где-то что-то сидело в душе, потому что моя мама, она учитель математики с полувековым стажем. Наверное, где-то какие-то гены проявлялись. Я могла бы пойти продавцом в магазин подрабатывать, еще что-то. Однако я же выбрала школу, наверное, где-то что-то было. Свой профессиональный путь Наталья Леонидовна начала в первой школе. Директоры трудовой коллектив поддерживали ее во всех начинаниях. Здесь в течение 8 лет она наработала большую часть своего опыта. После этого учитель перешла в лице номер 15. В этом году Наталья Леонидовна отметила 25-летие работы в школе. Учительский труд не позволяет скучать, потому что здесь очень много различных направлений, по которым вы можете развиваться. Вы можете просто уроки давать, и это тоже большой труд. Вы можете участвовать в различных конкурсах. Именно возможность работы в разных направлениях. И это не скучно. Школа позволяет учителю информатики проявлять себя не только в преподавании, но и в творческих направлениях и проектах. Как говорит сама Наталья Леонидовна, работа с детьми стимулирует постоянно расти и развиваться. Так клуб «Магия мысли» стал для Натальи Поповой полем для экспериментов и новых идей. По клубу «Что, где, когда» по направлению игры у нас существует клуб. Мы проводим тренировки, мы участвуем в различных соревнованиях, турнирах, вплоть до чемпионата Европы. Двое моих мальчиков ездили и участвовали в играх сборной команды школьной «Росатома» на Первом канале. За годы в школе Наталья Попова поняла, что ребенка надо не просто любить, но чувствовать его. И только тогда с ним можно установить необходимый контакт. Несмотря на все трудности работы учителем, в общении с детьми Наталья Леонидовна черпает радость и вдохновение. Канал «16» поздравляет всех педагогов с Днем Учителя и желает профессиональных успехов, радости и творческого вдохновения. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В России появился День отца. Владимир Путин подписал указ об учреждении праздника. Его будут отмечать ежегодно в 3 воскресенье октября. В этом году День отца приходится на 17 октября. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которые обучаются по основным общеобразовательным программам. Для получения выплаты не требуется предоставлять никаких дополнительных справок, в том числе о доходах. Заявление можно подать через личный кабинет на портале госуслуг. Деньги зачислят на счет любой платежной системы. Стартовала серия онлайн-консультаций на все 100 для будущих выпускников и преподавателей школ. Разработчики контрольных измерительных материалов ЕГЭ расскажут о структуре и содержании экзаменационной работы, об изменениях в заданиях, о том, как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ, на какие задания стоит обратить особое внимание, как избежать типичных ошибок. Консультации проведут по всем предметам, а также по итоговому сочинению. Онлайн-трансляции можно посмотреть на странице Рособранадзора ВКонтакте и на Ютуб. Видеозаписи консультаций будут опубликованы на интернет-ресурсах Рособранадзора и ФИПИ. Пенсионеры могут получить бесплатные юридические консультации. Акция «Правовой марафон для пенсионеров» пройдет 11 октября с 9 до 11 часов в адвокатской консультации номер 33 по улице Пионерской, 20А. Предварительная запись и более подробная информация по телефону 7-98-88. Общественная организация «Зато верный друг» обращается за помощью к горожанам. На попечении волонтеров находятся десятки кошек и собак. Необходимы сухие и влажные корма, ошейники и поводки, металлические миски, игрушки для щенков и котят, лотки и наполнители, переноски, старые полотенца и постельное белье, а также ведра, тазы и средства для уборки. Подробности по телефону 8-952-447-74-47, 8-910-389-38-52. На страже порядка и безопасности граждан 5 октября работники уголовного розыска отмечают свой профессиональный праздник. О буднях сотрудников УГРО расскажем в следующем репортаже. Уголовный розыск является важной частью правоохранительной системы, защищая жизнь и здоровье граждан. У сотрудников розыска нет времени отмечать профессиональный праздник. Их работа внезапная и требует быстрой реакции. Вопреки заблуждениям, в уголовном розыске ищут не только преступников. Полицейские в экстренном порядке выдвигаются на поиски детей, стариков и других пропавших граждан. По словам сотрудников розыска, ситуации бывают разные. И иногда приходится обращаться за помощью к поисковым отрядам и другим подразделениям. Бывает, находятся в первые сутки, бывает, что на это нужно потратить время. По взаимодействию также с Росгвардией, с другими службами мы взаимодействуем. И это тоже зависит от того, насколько сложные условия поиска. То есть это лесной массив или город, или еще что-то, тоже факторы, которые много значат и поиска. Рабочий день у сотрудников уголовного розыска начинается и заканчивается совещанием. Руководители распределяют задачи на день и разъясняют план действий в экстренных ситуациях. В конце дня подводят итоги работы. В уголовном розыске принцип работы линейный. То есть у каждого сотрудника есть своя линия обслуживания. У меня, например, линия противодействия интернет-мошенничеству и также линия по противодействию экстремизму. Служба уголовного розыска развивается и совершенствуется каждый год. Появляются новые технологии, которые помогают эффективнее и быстрее разыскивать людей, защищать интересы и здоровье граждан. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Найден жив. Поисково-спасательному отряду «Рысь» исполнился один год. Свой первый день рождения добровольцы отпраздновали в молодежном центре. Подробности в следующем репортаже. Они спасают жизни и всегда приходят на помощь к тем, кто в этом нуждается. Поисково-спасательному отряду «Рысь» Саров исполнился один год. В начале своего пути здесь было не больше 10 человек. Сейчас в дружном коллективе уже около 60 добровольцев. И штат регулярно пополняется. В основном это происходит как? Люди заходят в группу ВКонтакте, находят нашу группу, заполняют анкету. Далее мы смотрим, разговариваем с людьми, готовы ли они на телеиминные мероприятия. Приглашаем, то есть проводим обучение по различным дисциплинам. Такие, как работа с картами, работа с компасом, с рациями, ну и все, что положено. За прошедший год отряд выезжал на 44 поиска. С помощью «Рысь» Саров живыми вернулось домой 29 человек. Добровольцев чествовали в молодежном центре. Здесь для них подготовили концертную программу. Поздравить членов отряда пришел заместитель главы администрации Сарова Илья Волков. Он вручил благодарственные письма от городской думы и администрации Сарова. Ту деятельность, которую вы ведете, та ваша активная гражданская позиция, ваше мужество, безусловно, не поддается никакой оценке. И в ваш день рождения хотелось бы пожелать вам, первое, чтобы с одной стороны количество активных ваших участников только увеличивалось, а с другой стороны, чтобы работа у вас была как можно меньше. С годовщиной, с праздником! Канал «16» присоединяется к поздравлениям добровольцев и желает, чтобы все их поиски заканчивались только так. Найден жив! Торжественный вечер завершили коллективной фотографией. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Минимальный размер оплаты труда предложили увеличить в правительстве. Кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОД на 6,4% до 13 617 рублей в месяц в 2022 году. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля в месяц. В пояснительной записке говорится, что увеличение МРОД повысит зарплату примерно 2 миллионам 700 тысячам работников. Средства на реализацию законопроекта предусмотрены на следующий год в соответствующих бюджетах. Документ должен вступить в силу с 1 января 2022 года. От всей души концерт, посвященный Международному дню пожилого человека, прошел на сцене Дома молодежи. Творческие коллективы города подготовили для гостей праздничную программу. Подробности далее. Всеми любимые эстрадные песни, красивые танцевальные номера и душевные стихотворения прабабушек и дедушек. Такую концертную программу подготовили в Доме молодежи. Праздник приурочили к Международному дню пожилого человека. На несколько часов Дом молодежи погрузился в атмосферу ностальгии и светлых воспоминаний. Певцы исполняли эстрадные хиты. Воспитанники танцевальных студий кружились в ярких нарядах, завораживая зрителей своими номерами. Каждый артист старался добавить в свой номер нотку креатива, чтобы удивить представителей пожилого поколения и подарить им положительные эмоции. Никто из гостей не остался равнодушным и после каждого номера звучали громкие аплодисменты. Артисты и ведущие высказали слова благодарности и уважения гостям, пожелав им крепкого здоровья, бодрости, духа, душевного тепла от окружающих людей и долгих лет жизни. Сегодня мы чествуем людей, из которых невозможно было бы наше собственное существование. Это столпы жизненного опыта и мудрости, на которых держится каждая семья. Это хранители очага каждого дома. Мы желаем старшему поколению уважения близкой, здоровья на все годы и долгой жизни на радость всей семье. Никто не хотел расходиться. Гости от всей души подпевали исполнителям и просили исполнить любимые композиции на БИС. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Шестое первенство города по плаванию среди высших и средних учебных заведений прошло в бассейне «Дельфин». В соревнованиях участвовали команды Саровского физико-технического института и политехнического техникума. Подробности далее. В этом году в традиционных соревнованиях по плаванию участвовало меньше студентов, чем в прошлом году. Но это не помешало провести спортивное мероприятие по всем правилам. В бассейне «Дельфин» ребята из СРФТИ и политехнического техникума проплыли 50 метров вольным стилем и 50 метров брасом. А также участвовали в эстафетах 4 по 50 метров в вольном стиле. Нужно было выступить девочкам в двух дистанциях и мальчикам в восьми дистанциях. Среди выступивших сформировался рейтинг и на основе него раздавались общекомандные места. Также было личное награждение. Я заняла два первых места. Одно на дистанции 50 метров вольный стиль, одно на дистанции 50 метров брас. Стеревнования прошли легко. Так как это первый старт в этом сезоне, он более чем успешный. Результатом командного зачета первого места удостоился Саровский политехнический техникум. А вторую ступеньку занял Саровский физико-технический институт. Ребята, которые получили наибольшее количество баллов, отбирались на будущую ноябрьскую спартакиаду среди команд города. Соревания прошли. Результаты ребята показали хорошие. Особенно Захаров Алексей, Цветкова Александра. Выиграли по два первых места. Хочется пожелать студентам этих учебных заведений заниматься плаванием. Приходить в бассейн, плавать. Даже не спортивная группа, а просто свободное плавание. Победители и призеры первенства по плаванию получили дипломы и ценные призы. 9 и 10 октября Федерация плавания Сарова и Департамент по делам молодежи и спорта приглашают всех желающих на День спринтера в бассейн «Дельфин». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова